Если, заходя в продуктовый магазин, вы стесняясь опускаете глаза в пол, а стоя перед кассой судорожно вспоминаете, сколько у вас денег в кошельке, хватит это терпеть. С вами я, Милена Сабельникова. Расскажу, как вкусно поесть и не разориться. Прошла всего неделя с нашей последней встречи, а обновились едва ли не все ценники. Погода испортилась, на улице и на рынках тоже. Даже картофель и тот подвергся циклону. Поясню, если раньше он всегда дешевел, то сейчас почти везде дорожает. Пока максимально на 3 рубля. Но нужно думать, эта тенденция сохранится. Впервые за долгое время штормила колбасу. Стоимость товара в последний раз менялась очень-очень давно. Теперь на прилавках и плюс, и минус. Но минус гораздо значительнее – 38,10. Горячее предложение сделало стоимость докторской минимальной – 114,90. И еще немного о яйцах. В трех магазинах столбики поползли вверх на 2,80, 3,90 и на 4,20. Разброс ценовых температур от 42 с лишним до 64 рублей за десяток. И невозможно не отметить пельмени. Здесь наоборот, противоположное явление – антициклон. В трех торговых точках уменьшение стоимости от 16 рублей до почти 25 за пачку пузатых. Кажется, скидки надолго, потому что на прошлой неделе также в одном из магазинов началась аналогичная акция. Так что пельмени сегодня одна из самых выгодных покупок. Берите на заметку. Перейдем к прилавкам с фруктами. На этот раз оставим без внимания бананы, апельсины и яблоки. С ними все всегда нестабильно. Пора бы запомнить, сейчас поговорим о новичках нашей рубрики – арбузах и нектаринах. Гигантская ягода имеет плюс и три минуса. Наиболее экономичное предложение – 8,90 за килограмм. Но если вы деньгами разбрасываетесь, тогда пожалуйста. 14,20 – рекордно высокая стоимость. Далее – нектарины. Тут все непросто. Ощущение, будто в торговых точках эти фрукты с разных планет. В одних местах они дорожают, в других дешевеют. И речь не о копейках, а рублях. Плюс 20, минус 20, плюс 6. Все, что остается покупателям – внимательно смотреть нашу рубрику. Напоследок о сахаре. Здесь, как обычно, бури и ураганы. С собой они принесли и тепло, и холод. Смотрите сами. Линейка температур от почти 52 рублей до 54. На этом у меня все. Напомню, наша рубрика не сотрудничает с торговыми сетями. А выбор брендов носит случайный характер. Хорошей погоды на улицах и на рынках. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok